Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Боже мой, а сколько у нас сегодня концертов? В час. Друзья, это Шарк радио, сегодня суббота. Хотелось бы сказать, что очень редко, когда талант, красота и потрясающее чувство юмора сходятся в одном человеке. До этого я думал, что это только я, только один уникальный. Но сегодня в ночном клубе «Итаков 23.00» выступает певица, модель, актриса и просто потрясающая девушка Даша Астафьева у нас сегодня в гостях. Здравствуйте! Я три дня готовил эту подводку. У нас сидело семь человек, мы писали, писали. Я тебе не верю! Очень зря. Я тебя когда-то обманываю. Как дела, Даша? Как долетела? Саша, отлично! Ну, ты знаешь, я еще раз убедилась в том, что Одесса навсегда останется моей мечтой. Что тебе нравится в Одессе, кстати? Я так и не успеваю. Какие места? Мне нравятся люди, мне нравятся Одесситы. Я искренне влюблена во всех Одесситов. Я всех, конечно, не знаю. По именам, может, перечислить. Во всех своих Одесситов, Саша, я влюблена в тебя. Ну, это... Я влюблена в мою замечательную подругу Викторию Малышенко. Ну, и все, хватит. Мы даем как-то с Викой, остальных уже подтянем. Скажи, ты помнишь твой самый первый концерт? Самый первый концерт... Кстати, мой второй концерт в жизни был в Одессе. И делала его Вика Малышенко. Было очень смешно. Сколько раз мы должны сказать Вика за эфир по контракту? Хватит. Было очень смешно, потому что мы выступали в клубе... Не в клубе, а в ресторане «Фан Кони». Есть ли? Да, есть так до сих пор. Еще на том концерте держатся. И тогда нас еще не узнавали. И люди ходили по воображаемой сцене. И я успевала мимо... Между слов, в фанере говорить, не ходите тут. Автокара! Не ходите тут, я сказала. Вот так вот приблизительно это все вышло. Так, ты стала радиоведущей. Ну как стала? Я в душе была всегда. Не сейчас, а на радио Максим. Да. Как это произошло? Мне это безумно нравится, потому что... Сначала, когда предложили, нужно вести погоду. Ой, говорю, ребят, я вела погоду уже, ничего хорошего из этого не вышло. Но, зная Славу Демина, я говорю, что-то здесь не так, Славочка. Давай расскажи, что... Что за погода. Да, что за погода. И Слава рассказал о том, что эта погода в формате секс-потелефон. То есть я поняла, что мои навыки... Вернемся к истокам. Да, пригодятся. И сейчас с новой нашей погодой связано миллион смешных историй. Из разряда, я выхожу на работу, а во дворе стоят охранники и говорят, Даша, что там, завтра дождь будет? Или рыбаки пишут мне там, Даша, завтра можно выходить на лодке, типа, на Днепр? Ты не знаешь, что там, как погода? Ты сейчас пара, я смотрю слова. Руди, слушая Украина, тебе нужно подумать про захист, потому что завтра... Нет, смотри, давай вот так попробуем. Прогноз погоды. На 24 июня. Движайшие выходные 23 и 24 июня. Дожди пойдут по всей территории Украины. Дайте сигареты. Да. Все. Быстро ты. Куришь после секса. Так, я до. Так, и что тебе нравится? Сколько у тебя уже было эфиров? Я, честно говоря, не считаю, но мы выходим два раза в день. У нас погода на сегодня и погода на завтра. Как ты думаешь, почему так? Очень смеемся, когда записываем свои эфиры. Очень много вношу коррективы я именно в погоду. Она из-за этого меняется сама? Да, меняется. То есть, допустим, идет дождь, ты говоришь, Киеве сегодня солнечный. И раз так переключилось. И такое бывает. Как ты думаешь, почему ты так популярна? Потому что я добрая. Но это шутка. Мы потом наложим смех. Да, такая шутка. Так. Давай не будем на ней сидеть. Это блиц. Давай. Это не блиц, это вопрос. Блиц по-другому выглядит. У меня бы сегодня подошел такой блиц. Доброе, хорошо. У тебя вышел новый трек. Астановиста. Вот у нас была премьера на Shark Radio тоже. Кстати, я хочу поблагодарить тебя лично и Shark Radio за то, что вы поддержали. Мне очень приятно, что вот так вот ты меня любишь. За то, что я добрая. И тебя. И поддерживаю всегда. Сашуни. Мне очень приятно. И для меня эта песня особенная, потому что ее написал замечательный человек Миша Крупин. Я считаю... И не устаю повторять, что Миша настоящий гений. И что... Во-первых, он нас попросил так сказать. Это мы можем повторить. Мне безумно хочется говорить об этом все время. Потому что слова и музыка, которую делает Миша, она навсегда остается частью жизни каждого человека. И для меня эта песня особенная. Мои самые большие ассоциации с этим летом. Они все связаны с этой песней. Давай же ее послушаем. Давай же ее послушаем. Асталаиста на Shark Radio. Саша, извини. А? Извини. Не, мы потом на перемотку поставим, ускорим. Будет быстрее, нормально. Как вопрос-ответ, вопрос-ответ. Мне, кстати, нравится, что ты не спешишь. Что я что? Не спешишь. Я не спешу ответить. Меня так все время выходит, когда... Это же тебе выступать, не меня. Я не знаю. Декан. Кто-то мне может ответить сразу. Ну, как я тебе предлагала? Два человека выносят, поддерживают себя. Мам, скажите честно, это вы себе звонили на телефон? Выключите его. Да нет, мне звонила, с которым я вам могу. Маму часто ждут на углу. А чего ты мне сказал, что... Это не разный угол, это один угол. Она его контролирует. Кстати, в Одессе очень часто говорят, что салон находится, угол такой-то и такой-то. Встречаемся, угол такой-то и такой-то. Называется место под солнцем. А на самом деле как? На самом деле это не угол. Я хочу, кстати, сделать высшую штуку спать. Когда у меня будет краска, вот так. Ты знаешь, что есть такая рубрика? Накрась спящую. О, нет. У стюардесс. Я их просто не вижу, как за меня отмечают. Я летела, ладно, со мной. А, на спи, да-да-да. Боже, я думаю, почему ты начинаешь эфир и не смотришь на меня в глаза. Ну, вообще не смотришь на меня. Во-первых, у тебя сейчас нет глаз. Во-первых, мы продолжаем быть в эфире. Да, мы продолжаем быть в эфире. Мы же в линзах. Просто работаем на камеру. Как хорошо, что такая погода сегодня. Я переменчиваю. У меня друг тоже летел. На Яке летел, это не ям. Я не знаю, на чем он летел. Ну, ты даже буквально выйдешь в ногу. Не, не в туалет. Где в туалет? Большая, большая. Кто-нибудь я не была. Я зашла и села, пресняла. Вот этот микрофон мой любимый. За ножки. Я не знаю. Не как у моего брата. Я когда-то Жеке сказала, что у него ножки коротенькие. Серьезно. И три? Само собой. Раз. И секретики окончились. Боже, ручки эти трясутся. А? Ручки эти трясутся. А я смотрю, у тебя телефон шумелится. Я просто на вибровые зову. Понятно. Друзья, это была Става Листа. Даша, скажи, будет ли клип? Клип будет. У меня очень большая мечта снять клип в моем родном городе. Я уже об этом говорила. И, возможно, мы будем снимать его именно так. А сюжет уже есть? Да. О чем он будет? Мы с тобой как Рината Литвиновна. Давай, Игорь, тише. Мне очень понравилась идея фильма «Карнавал» с Ириной Муравьевой. Потому что я буквально недавно вернулась со своей родины. И все выглядело приблизительно так же. И мне поэтому хочется снять это. Повторить. Спасибо. Кино, театр. Что тебе больше нравится? Кино, театр или выступление на сцене? Ну, и кино, и театр – это новое в моей жизни. Это новое в моей жизни. Выступление на сцене – это достаточно уже, как бы я себя чувствую. Можно сказать, как рыба в воде. Но не перестаю скучать по выступлениям, по городам каким-то. Потому что сейчас их не так много. Поэтому каждое выступление – это прям волнительное. И мне даже нравится, что выступлений не так много. Все зато так очень по-настоящему. И нету такого, знаешь, ощущения, что, боже, в каком мы городе. Боже, я уже не помню, где мы просыпались. Просыпался и засыпался. Я знаю, что через две недели Одесса. Оказалось, что через три дня Одесса. Хорошо, что они просто ехали и свернули в Одессу. Вот такая вот одесса. Давай заедем. Внезапно. Говорят, у них там пляж. А что для тебя интереснее – кино или театр, где тебе больше нравится? Не могу сравнить кино и театр. Театр мне очень нравится, что это живые эмоции настоящие. Что здесь у тебя нет шанса переделать или сделать как-то по-другому. Разве что в следующем спектакле, как оказалось. Можно сказать, на сцене переигрывай. Можно сказать, мне ближе. Потому что вся атмосфера театральная, она мне ближе, если честно. Но кино, я большой поклонник кино. Вы поклонники кино? Да. Вы вообще сюда приехали из-за кино. Фильм «Свингеры». Первая часть. Расскажи, как снималось, что было интересно. Ты перейдёшь его? Конечно. Я много раз его смотрел. Это мой настольный фильм. Я начинаю с утра со «Свингеров». С какого момента? Середина уже, когда, знаешь, все разогрелись. Я думала, ты скажешь, в конце. Нет, в конце уже все уходят. Интересно. В небо? Да, будет же вторая часть. Если ты помнишь. Да, будет вторая часть. Надеюсь, что она будет сниматься в Киеве. Первая где была? Мы снимали в Риге первую часть. Не любишь так особо, да, за границу поехать? Ну, я люблю за границу поехать, но просто в этом случае я почему-то не видела смысла, зачем снимать Киев в Риге. Блин, зачем я это сказала? Тупо. Я же получу. Так, вторая часть должна выйти на экраны 5 декабря. Да, вторая часть. Я не представляю, я просто даже не буду сейчас это комментировать. Одна фраза. Я не представляю, как они это сделают. Потому что ее начинают снимать, по-моему, как-то. Первого декабря? Да. За четыре дня снимем. Ты любишь фильмы. Расскажи, три любимых фильма из последних, которые ты посмотрела. И какой любимый жанр? Я не люблю комедии. Это я и много объясню. Да. Три моих любимых фильма. Да, из последних. Вот, допустим, первый. «Между нами горы» с Кейт Винслейдом. И Брисфельба. Да, мне очень понравился этот фильм. И он как-то был, вот, попался мне случайно. И он так был вовремя как-то воспринят эти все ситуации. Да и вообще актеры даже, вот знаешь, бывает у людей такая внешность, что тебе даже вот в твоем состоянии настолько приятно смотреть вот на эти руки, там, на эту мимику, там, на это поведение. Как они, ты помнишь, как они в конце расходятся и идут. У меня так в жизни часто бывает, что вот я в жизни... Так у всех бывает, много люди расходятся. Ну, расходятся непонятно из-за чего. Это даже... Просто пора идти. Спеша люди. Встретя на углу. Да, на углу. Так, первый фильм. Первый был. Давай второй. Смотри, второй фильм, русский новый, я тоже думаю, ты его видела, он называется «Я худею». Да, там играет Кулик. Да. Классная актриса. Он актер. Кулик. И Кулик актер. Почему-то я думала... А, Женя? Да. Нет, я думала девочка фамилия. У нее тоже, кстати, накапывается. Нет, ее... Китана. Так. Катана. Я худею. Третья. Мне очень понравился этот фильм. Кулик классный. Кулик, да, у него война. Да, ой. Тут я тебя люблю. Да, да. Видите? Это, перезвони мне. Ты клади, нет, ты клади. И третий, Даша. Давай ты можешь. Фильм сейчас... Я просто так много смотрю всего. Я не помню, как... А, вот сейчас. По-моему, он называется «Загадочные истории Кристофа». Короче, писатель, который написал книгу о Винни-Пухе. Ты видела? Кристофера Робина. Да. Потом можно смонтировать. Так, хорошо. Сейчас проходит конкурс ремиксов на песню «Самое главное». Да. Еще не закончился айфон. Можно еще получить? Конечно. У тебя есть? Что? Ремикс или айфон? Есть что показать? За картой. Я показывал, но за это айфону не давали. Часто. Давали деньги, говорили, уйди. Знаешь, так смешно. Очень многие диджеи, я надеюсь, что они просто потому, что заняты, а не потому, что они диджеи, говорят, нет, ты нормальная, пишут мне в директ, ты нормальная, ты считаешь, за 4 дня реально сделать... Крутой ремикс на айфон. Крутой ремикс, и говорю, а вы нормальные вообще? Ничего, что у вас уже длится это месяц почти. Ну, а что-то было уже путевое? Да, было путевое. Мне, кстати, очень понравилось то, что делают ребята. Потому что, когда мы работали над этой песней, очень тяжело было выбрать аранжировку. Потому что столько людей просто работало, мы, видимо. Мы столько всех подключили. Никто не отключился? Все связи. А когда закончится конкурс? Есть какое-то время или пока песня не найдется? Да, 30-го числа. 30-го числа, то есть осталось буквально? Ничего. Неделька. Какой айфон? Это второй айфон? Третий? X? G? Просто, чтобы понимать, что из релизма стараться. Ну, какой? Новый, конечно же. Просто любой модель и новый айфон. Да. Глядя, новый телефон. Какая разница? Новый, запакованный. Так, у нас есть трек «Самая главная»? Да. Диджей, давайте послушаем трек «Самая главная». Может, кто-то сейчас скачает на телефон и ремикс быстро бомбанит. И поставит на звонок? На звоночек. Боже, в эфире одна Даша. В эфире одна Даша и Саша. Не, не интересно. Блин, такое у вас спокойное радио. Мне так нравится. Вот это. Это где ты был? Ты везде. О, да, можно мне? Мне просто написали это выпить. Я думаю, может, она мне поможет. Спасибо. Сейчас, секунду. Уже жертвы взяты. Ну, слушай, по количеству ты на контакте будешь танцевать. Ну да. Вы в эфире? Надеюсь. Реклама. Небольшая реклама. Виталий, собирай. Саша, будешь? Что-то тоже сняло. Ань, как действует? Мне надо узнать эффект. Не туда. Сейчас выпьем и уснем. Эфир такой. Потом это стюардесса из самолета. Она все время так. Опять тут. Я к ней подхожу, ваш выход, а она все уже. У меня тут свой. Мой блок. Я обожаю отели, где можно задвинуть шторы и все. И где есть ухо? Угу. Это хорошая отеля. Леонтьев тоже такой. Леонтьев вообще оберегает. Значит, у него пора, беру, шторы закрыть и черные ленты заклеить. Просто черный цвет. Я обожаю тоже. Ты думаешь, что я улыбаюсь, потому что я ем витамин С. О, Господи. Есть ли витамин С? Вот так мы процентами. Кто ставит молодых? Знакомые движения? Угу. Белка дошла, я так и увидел. Это моя бывшая. Кадышева? Ну, если не могу, я смотри, как нахал Кадышева. Кулика Кадышева. Ну, да, я тебя тупанула. Это фильм 2К. Хорошо, что ты про Эрих Марию рематнул, спасибо. Нет, я это не могу даже выговорить. Тоже так она тебя тупанула. Ну, ладно. 50. Нет, это не то. Ты так не реагируешь. Нельзя 50. Кто больше? Водички. Сишунька, написался, подготовился. Написался, подготовился. Так это чужие вопросы. А? Это чужие вопросы. Лобода. Подогнал по смыслу. Это был трек «Самое главное. Друзья диджея». И посоветуйте друзьям диджеям, можно выиграть айфон. Не у каждого диджея сейчас телефон в кармане вводится с камерой. А тут будет. Прямо. Так, Даша, поехали дальше. Я читал новость недавно, что школа закрывается. Твоя. Во-первых, я думал, что ты уже давно выпустилась. Да, я, честно говоря, очень долго думала, стоит ли мне вообще об этом говорить. Смысла, понимаешь, как говорят, нет. Так говорят. Да, это одна из самых старых школ в моем родном городе. В школе 50 лет. Из них 47 проработала в ней моя бабушка. И, по-прежнему, скажи, из них 47 я там училась. Да. Ну, я очень много провела времени там. Ну, я в ней не училась, в этой школе. Но я все детство еще до школы, до своей провела там. И потом часто была. Ну, так вот считают, что эта школа попадает под оптимизацию. Там очень мало детей в классах. И считают, что лучше будет ее закрыть, открыть что-то там. Какой-то торговый центр или что-то. Чтобы там хотя бы было больше детей. Да, хотя бы было больше детей. Мало детей, сколько в классе? Трое? Считают, что это нормально. То, что дети будут возить на автобусе в город, который рядом находится. И дети будут ждать, пока городские дети отучатся. И будут учиться во второй смене. В это время они будут просто шататься по улицам города. Так сказать. Экскурсия. Есть чем заняться, да. Красивый город. Вот, просто полдня. И что-то изменилось после твоего интервью? Я очень надеюсь, что изменится. Потому что сейчас будет еще... В ближайшие две недели, по-моему, состоится сессия. На которой будет решаться. Но меня возмущает то, что местные власти говорят, что вы даже не думаете там как-то что-то пытаться сделать. Но я все равно закрою. Потому что мы в школу закроем и все, да, представляете? У нас уже продукты есть. То есть, есть видео подтверждение, где обещают, что будут помогать детям, получать образование. И тут через несколько лет после того, как изменилась власть в городе. Мне очень страшно, что в моем родном городе люди просто зомбиеваны. Что вот они говорят, какой классный город, какой у нас там классный мэр, как все классно в городе. При этом они не видят, что им замыливают глаза какими-то элементарными вещами. Вот классный город складывается на том, ну, все мнение о городе складывается на том, что вот город стал лучше, красивее. А то, что люди массово езжают, а там скоро просто никого не останется. Ну, в основном остались старые люди в городе. В общем, друзья, оставьте школу в покое. Да, и мне бы очень хотелось защитить. Мне звонят люди со слезами, прям плачут, сотрудники там этой школы, просят, поддержите нас, помогите. Но, к сожалению, СМИ в нашей стране, ну, говорят, что все это обычное дело, что тут сделаешь. Мне очень жаль, что в нашей стране к этой отрасли, да и вообще ко многим очень важным отраслям в развитии страны очень так относятся. Прискутно. Везде открывают торговые центры. Да. Уже зашли люди в школу, говорят, значит, кабинет у директора сыры поставим. Самое главное, что приехал снимать телеканал, информацию об этом все. Там уже начался ремонт, и они даже не успевали там убрать. Детей? Нет. Все, что с ремонтом связано, там, что там. Что там связано с ремонтом? Сремянки. Лобзик. Да, лобзик. Как проходит твой обычный день? Сегодня что? Нет, вообще. А, мой обычный. Нормальный день, брат. Будний? Как нормальный? Что для тебя нормальный? Ну, вот тут, чем-то обычный выходной твой. Я просыпаюсь, вспоминая, что у меня есть собака. У нас собака замечательный друг, потому что он такой же Соня, как и я. Он меня поддерживает. Даже если бы я сейчас проснулась, там, два, три. Он бы поддержку делал. Он бы тоже, да. Делал бы поддержку. Мы с ним идем, делаем утренний променад. Я настраиваюсь. Я настраиваюсь, планирую свой день, послезавтра, который будет. Потому что завтра, сегодня у меня уже спланировано. Обычно. Делаю там какие-то важные звонки. Звоню маме. У меня, знаешь, как это инстинкт. Я дохожу до одного заборчика и смотрю, вспоминаю, надо маме позвонить. Что там на заборе пишут, что позвони маме? И, значит, эти плакаты были по городу. Да, позвоните родителям. Да, позвоните родителям, да. Ты пойдешь с собакой по воде? О, точно. О, точно. Мама. Год прошел уже. Потом я залетаю, понимаю, что я уже загуляла с собакой. Это каждый день происходит. Я залетаю, вспоминаю, что, боже мой, мне надо лететь. Я собираюсь за 10 минут. Это многое объясняет. Вылетаю. Ты сейчас по моему внешнему виду сказал. Все мужчины заулыбались. Ну. Я вылетаю, еду либо на спорт, либо какие-то встречи. Буквально недавно... Кстати, пропали сторисы с залом. То, что первое время пошла в зал. Да. Вы следили в инстаграме за твоими успехами. Тренер мой сказал сейчас неинтересно, потому что я пропускаю. У меня тренер очень жесткий. Юра, привет. Да ты хотела сказать, ржачный, но жесткий. Жесткий. Потому что он очень серьезно относится ко всему, что мы делаем. Он, видимо, поэтому и стал тренером. Да. Вряд ли бы к нему ходили люди, говорят, хочу накачаться. Давай по себе поржем. Он очень... На полика посмотрим. Очень... Смотри, он не качается и нормально живет. Человек куда тебе? Нет. Мне очень нравится, потому что Юра действительно сделал для меня спорт. Вот такой какой-то неотъемлемой частью моей жизни. Потому что раньше я думала, да, можно не заниматься спортом. Типа, у меня все хорошо. Потом я поняла, что спорт это... Начали реально смотреть на вещи. Да. Надо спорт. Да, надо спорт, потому что то, что мы делаем, оно действительно помогает избавиться от каких-то тяжелых мыслей. И оно помогает телу заново молодеть. Как такое может быть, я не понимаю. Я не представляю. Я вообще не верила, что можно вернуть время. Ты не смотрела на «За будущее»? Фильм «Время». Конечно, смотрела. Классный фильм. У них же как-то получилось. Так, последнее, за что ты просила прощения? Боже мой, сегодня просила прощения у своего спящего бойфренда. Прости меня. Да. Три группы, за которые не стыдно украинские? Три группы? Да. Или три исполнителя наших? Верка Сердючек. Никогда не не стыдно. Я горжусь Андреем. Я уважаю все, что он делает. Андрей будет в Одессе скоро. Так, второй. Маму Сердючке. Не, ну-то само собой. А, боже мой, сейчас дай мне подумать. Вивьен Морта. Знаешь, что ты говоришь? Вот очень нравится. Их Вивьен Вастут продюсирует, по-моему. Или Каня. Или Каню Вастут. Каню Вастут. Так, третья. Я просто не хочу никого обидеть. Так, никто не обидится. Да. Так, кто же мне еще нравится? Ну, Монатик посмотрит, думает, ну, не вспомнил, а не вспомнил. Сейчас, подожди. Валентин Стрекал. О. Язда. Да. Аргуст. Лучший концерт, который ты посещала, либо видела? Лучший. Ты вообще ходишь на концерт? Очень редко. Очень редко. Ну, вот тот один, на который ходил. Саша, мне, честно, я очень все время хочу на концерты, но я так и не могу перебороть вот страх толпы. Купить билет? Нет, страх толпы, вот этот вот, да, массовая мероприятия. Мы же забираемся с собой в Киев, ну, пожалуйста. Да. Хочу тебя здесь оставить. Массовые этапы. Да, у меня просто было сложно неприятно один раз в жизни. Я не могу избавиться от страха. Мне угрожали ножом. В толпе на концерте? Да. Отойди, я его фотографирую. Вот это случай. Ну, типа того. Ну, а самое важное... А я тебе говорю, не ходи на веника. Там у него такая прикольная публика. Вот это вот. Вот это. Бабуле с ножами. Говорит, где он мой? Я когда приезжаю... Не пускай молодыху к цветому. Я когда приезжаю на родину, бабушка говорит, давай, давай, покажи меня от собой вчиться. Я говорю, ба. Хорошо. Любимый исполнитель? Я тебе про концерт не сказала. Я смотрю, ты так. Эмир Кустурица и Нон Смокера Орчестра. Это где было? В Киеве? Это было в Киеве, да. Это был очень крутой концерт. Фильмы Кустурица любишь? Обожаю. Все. Эмир. Привет. Любимый исполнитель? Любимый исполнитель мужчина? Ну, если он стал женщиной, можно. Нет, ну сейчас будет женщина потом еще? Или просто... Нет, женщина уже не будет у тебя. Исполнитель только мужчина. Хорошо, если ты любимый исполнитель, исполнитель. Любимая вот слушаешь все время. Эмми Лайнфаус. Эмми Лайнфаус. Я вот слушаю и даю. Зачетик. Лучшая страна в мире? Испания. Испания. Почему? Я обожаю там отдыхать. Мама твоя сказала нет. Испания, да. Еще одна попытка. У мамы просто тура. Другое говорили. Да? Сейчас в затуху горящая. Я не знаю, почему. Ну, возможно, потому что я там была не так много. Поэтому для меня... Не так много, как что? Ну, не так часто, допустим, как в Америке. Америку не любишь? Америку люблю. То есть та страна, где ты малаба, ты любишь? Ну, у меня почему-то Америка ассоциируется с работой. Потому что в основном я в Америке была по работе. Да. По работе. Если ты понимаешь, о чем я. Конечно. А мы все туда только так. Туракими, что ли, просто в Америку их. Только по работе. Лучший город Украины. Либо три, любимых. Нет, Киев один. Киев один. Было бы тупостью, было два Киева. Самый тяжелый съемочный день в твоей жизни? Боже, он был на днях. Я была... Ты сейчас как будто в этой каретине попустее сидишь. Да. Голая. Да. Чисто. Я сейчас проснулась 10 минут назад. А, так, все, давай с одного начнем. И говорю другую. Как выглядеть офигенно, если у меня интервью сейчас, вот буквально через 15 минут, а я только проснулась. Говорит, так иди голая. Говорит, так я всегда голая. О чем вы говорите? Очень захватывающая история. Самый тяжелый съемочный день в жизни. Буквально недавно у меня были съемки, где я была в роли ведущей. Я целый день катала людей и задавала им каверзные вопросы. А, кстати, что это вы, я смотрю, что это было съемок. Девочки рулят. Это новое шоу. Ты в красной фрошке была? Да. Ну, так сказать, чтобы знали, кто водитель. Это какой-то карбол-караоке? Да. Я тебе машину, давайте переснять. Ну, не караоке. Я задавала якобы каверзные вопросы. На самом деле, мне очень понравился формат шоу, потому что мы говорили об очень важных вещах. Таких как? Гендерное неравенство в нашей стране. Потому что вопрос мой начинался с того, что есть ли вообще в нашей стране гендерное неравенство? И очень многие люди считают, что его нету на полном серьезе. Понимаешь? Понимаю. Ты вообще смелая, Даша? Нет, я вообще не смелая. Об этом говорит следующий трек. Несмелая. Даша Афтафьева. Разводишь меня, как молодую. Сегодня мне присоединила. Я сейчас тебе покажу. Мальчик видео. У него день рождения. И он говорит, у меня день начался с тебя. Даже она. Он был у нас на концерте. И мне было стыдно, потому что он знал лучше слова наших песен, чем я. И он спел под сценой и пел. И я понимаю, что, боже, это какой-то как ангел, которого послали. Суфлёр просто называют. Боже мой. Стоит, танцуешь, машинку. Мы, кстати, часто бываем, знаешь. Заканчивается песня и делает так. И говорит, как начинается, как начинается. Балет. Аня. Балет. Вместо того, чтобы поспать перед концертом. Нельзя днем спать. Саш, ты знаешь? Я знаю. Вот такой вот разговор. Я сейчас Вилли поднялась на третий этаж. Ты мне не смущаешься, что одна Даша Остапова играет в фильме? Я хотел тоже вопрос задать тебе. Не, мы хотели не ангелы, поскольку потом они как-то тупо будет. Может, так и мы говорим, что час состафивает. Нет. Состафивает. У нас только ангелы были. Если ты еще не успел включить радио Шарк, у тебя есть последний шанс. Я же был в первом балетике. Мы тогда просто не выступали еще. Мы сейчас такая некрасивая. Ребята, кто в эфире, кто нас слышит. Мы нет. Здравствуйте. Мам. Мамам. А. А мы на папа взрываем. А. А. Ну, не осталось тут совсем ничего. Да? Да. У тебя вода еще есть? Да, да, есть. Тут еще не тронутая. И Анатолич, только вот такая там. Друзья, мы продолжаем. У нас в студии напоминает Даша Астафьева, кто забыл. Ну, следующий вопрос. Как ты справляешься со стрессом? И как вы стрессуешь вообще? Да, я очень эмоциональная. Это бросает в воду. Все, интернет. Ты быстро из-за патичного состояния переходишь в игре. Несмотря на то, что все думают, что я вот такая вот. Ты, кстати, если вот так ты можешь вести не только прогноз погода, а еще после 12. Ваши веки тяжелеют. Выгрейте одеяло. Выгрейте подушку. И чё про как? Я не знаю, как можно воспринимать информацию, когда ведущий говорит быстро. И, ну, в 5 утра вообще не понимаю, как быстро можно говорить. В 5 утра нереально можно быстро говорить. В 5 вечера можно уже и подговорить. В общем, со стрессом я справляюсь по-разному. Ну, вот после Нового года у меня был очень большой стресс, если честно. Да и до Нового года у меня тоже был немаленький. То я очень благодарна своей собаке, потому что я утром просыпалась, брала свою собаку, соседскую. Сейчас как Ширвин младший. Мы шли, я и Ширвин, младший. Я благодарен всем собакам. И мы шли в парк, и полдня просто проводили в парке, потому что вот те люди, которые относятся к животным так, как я, они понимают, что это действительно наши друзья. И не обязательно человеку изливать свою душу и рассказывать. Просто, когда находишься вот с таким живым существом, которое излучает то, что излучает младший чеков. Он смешно в окно смотреть, когда ты выкладываешь в инстаграме. Это безумно. Человек заходит с прогулки, моет лапы, пьет воду. Ну, конечно. Пьет воду и идет садиться опять ждать прогулку следующую. И он смотрит на всех детей, на всех собак, которые во дворе. Как хорошо вам, а вон как. А я? Он очень часто, когда я ухожу, я иду и думаю, хоть бы не посмотреть в окно, хоть бы не посмотреть. А он стоит стоя в окне, как человек. Вот так. И вот так. И узнает меня в окне, представляешь? Рукой так. Лапкой. Лапкой. Что должно произойти, чтобы тебе перестало быть интересным годом? Да, я уже почти. Уже все? Шучу. Ну, скажу честно, когда в прошлом году у меня наступил момент, когда я стала понимать, что я уже не являюсь частью группы Никита. Мне стало действительно неинтересно. Я почувствовала, что несмотря на все то, что делает для меня компания Мама Мюзик, я стою на месте. Я лично, как человек, как артист, я стою на месте. Вот для меня повторы, то, что я могу предугадать, оно действительно вызывает такое раздражение и разочарование в себе. У кого? У Ванги то же самое было. Она когда могла что-то предугадать, говорит, прям бесит это. Не могу. Реклама. Продолжаем. В Ванге. Да. Она один из спонсоров у нас титулов. Гадаем по Ванге. Так, ты не ответила на этот вопрос, но ты не ставила перед собой такой цели. Лучший совет, который тебе когда-либо давали. Правильно. Как должна сложиться карьера, чтобы ты сказала, что жизнь прожила не зря? Она должна заканчиваться. Успех это? Когда ты ложишься и засыпаешь. Это успех. А если просыпаешься, это вообще бомба. Твоё секретное оружие. Я сам тебя обожаю. Глаза. Глаза. Не те, о которых ты подумал. Я шучу тебе, боже, мама, простите. За что тебе в последний раз было стыдно, кроме сейчас? Сейчас, да. Кроме сейчас. Давай сейчас. Последний раз мне было стыдно. Вчера был день рождения. Я уже боюсь представить, чтобы там все раздевали. Ну пока, нет, серьезно. И когда ему старший брат говорил тост, я заплакала. Мне так стало стыдно. А он прощался с ним, чтобы уезжал куда-то? Нет, но он ему такой тост сказал. Искренний. Да, искренний. Только родные люди там могут так сказать. Потому что друзья... А был такой, когда жених повернул себе? Молодец, мой брат. Не то, что ты подготовился. А ты вот так, давай за тебя. Твой жизненный принцип? Тот же? Тот же. Как вы представляете себе абсолютное счастье? У нас сложно прям так ответить. Ты уже на пиани. Знаешь, абсолютное счастье для меня... Кстати, я вот часто отвечаю на этот вопрос. И всегда у меня одинаковый ответ. Потому что счастье нельзя чувствовать долго. Ты знаешь, такое как вдох. Вот это вот для меня абсолютное счастье. Про вдох я слышал. Момент, да, такой. Ну такое, знаешь... Как выдох. Неуловимое. Тяжелое. Неуловимое. Боже, мы просто сидим с Сашей так рядом. Я скажу этим радиослушателям. Кто слепой. Которые не видят нас. Да. Мы сидим так рядом, что я даже не могу говорить. Эти глаза. А напротив, как ты представляешь себе предел несчастья? Очень часто в моей жизни складывалось так, что какие-то неприятности мне приходилось переживать практически в одиночку. Мне кажется, это предел, когда в твоей жизни нету человека, который бы тебя поддержал и хотя бы просто услышал. Это предел несчастья. В одиночестве. Почему больше всего сожалеешь? О том, что я обижала своих родителей. Расстраивала. Ссорилась. Ругалась. Что восхищает тебя? Что восхищает больше всего в человеке? То, что все люди разные и то, что ты часто думаешь, что ты знаешь человека, а ты его абсолютно не знаешь. И как он откроется, и какую роль он сыграет в твоей жизни, это всегда такая интересная загадка. Столько в жизни людей, которые изначально вызывали какие-то негативные эмоции. За которые мне потом так стыдно становилось. И это оказывалось абсолютно положительный, удивительный человек, который изменил твою жизнь к лучшему. Вот это мне нравится в людях, поэтому я никогда не тороплюсь делать выводы или судить человека, говорить, как он кому-то. Чем больше всего дорожишь? Семьей. Когда ты последний раз обманывала? Всегда. Всегда? Просто есть тут один момент. Не работает. Сейчас, секунду. Переигрываем. Мы-то... Когда ты... Мы же в обмане. Когда ты последний раз обманывала? Подождите. Мы потом нарежем, как Михалков, и будет нормально. Ты корпоратива, я тебя приглашу на открытый корпоратив. На стены приглашу. Переходим саловать и кружить вокруг тебя. Тоже. Так вот, еще раз вопрос, Дашка. А ты последнего с обманывала? Просто сегодня так совпало, концерт. Я тебя приглашаю. Я как раз вообще свободен вечером. Да, я тебя приглашаю на сцену. Название песни я тебе скажу. Движение ты знаешь. Уже отраба вот это. В чем смысл жизни? Не про житие зря. О чем ты мечтаешь? Сейчас? Или вообще? Ну, если ты так часто мечтаешь, то хотя бы сейчас. Я мечтаю все время. Мой день начинается... С мечты. Да, с мечты. Сегодня какая-то. Как-то я вспоминаю. Сегодня у меня было... Ну, кроме того, увидеть меня. Ну, да. О чем-то попроще ты мечтала? Сегодня я. Какие-то мирские были желания? Сегодня я мечтала поспать. И мои мечты исполнялись целый день. Потому что я спала нездее. Вначале мы приехали почему-то в аэропорт на два часа раньше, чем надо. Я же мечтала убить своего директора, но просто вырубилась и уснула. Потом я мечтала уснуть в самолете, в котором было так страшно лететь. Но я даже не помню, как мы летели. Это был целый самолет или кабриолет? Конечно же кабриолет. Лето же? Ну, да. Сейчас я мечтаю, чтобы сегодня прошел замечательный концерт. Чтобы все те люди, которые придут и принесут свои ожидания, чтобы я оправдала их. Слушай, почему мы для меня шоу, а мы ведем его как вечернее? Потому что мы ждем, пока несут ожидания. Сейчас принесут ожидания, и мы их возьмем. И веселей пойдет. Полной карманы. Во сколько сегодня начнется концерт? Друзья. Друзья, концерт начинается прямо сейчас. Концерт начнется. Он начнется. Продлится пару часов, и потом заново. Приходите сегодня все в Аркадию, ночной клуб Итака, приходите к 23.00. Я уже буду. Даша уже будет, концерта еще не будет. Рассаживайте, занимайте места. Дорогие одесситы и одесситчики. Ну, дешевые пусть тоже приходят. Да, приходите, мы вас очень ждем. Будем вспоминать слова песен. Будем вспоминать, что у нас было под эти слова, под эту музыку. И будем делать новое воспоминание. Я вас очень люблю и жду. Саша, спасибо. Я надеюсь, Одесса понимает, что жемчужина у моря – это ты. Лучше не скажешь, а? Что делать 50 гривен? Друзья, дорогие одесситы и одесситы со скидкой. Приходите сегодня в Итаку в 23.00. Даша Астафьева и Даша Астафьева Бэнд. Будет крутой концерт. И всех ждем. Спасибо тебе большое. Спасибо. И продолжай делать то, что ты делаешь. У тебя самое офигенное чувство юморома. Хотя ты интервью этого не показывала. Ты хороший. Блин, вот реально уважаю людей, которые на своем месте. Сколько надо пацану есть? Только возьми под бутылку песен.